И вот на нашем платье чисто случайно заметила, что еще внизу, по низу платья, вот такая дыра была. Вручную белыми нитками заштопанная. Значит, что мы должны сделать? Либо ролевым швом обрабатывать низ, либо оверлок, то есть на минимум стараемся все равно срезать. Два раза уже как было, вот так подогнуть уже не получится, потому что очень много ткани уходит снизу. Что нужно сделать? Нужно измерить вот это расстояние от вот этого шва. Это такая как бы многоярусная припосаженная юбочка. И вот проверяем. 27,3 от того места, где нам нужно обрезать. Да, вот здесь. И по кругу намечаем. Вот я уже круг сделала, по кругу, по кругу намечаем. Потому что для нас вот это главная линия, а не низ какой-то. Тут все так слегка кривовастенько. Значит, обрезаем по этой линии и смотрим. Либо ролевым швом, либо оверлок на металле и прострочили там на 3-5 миллиметров, как будет получаться. Сейчас сначала обрезаем, потом ищем нитки. Есть ли у нас нитки идеально в цвет. Вот я настроила оверлок на ролевый шов. Нашла такие два цвета ниток. В общем-то я прострочила. Хорошо смотрится. Настраивайте по инструкции на ролевый шов. Строчите на кусочки. Пробуйте, смотрите. Ну, чтобы качественный шов был. А потом подставляем сюда основную ткань и с лица сейчас будем строчить. Никогда не начинайте с какого-либо шва. А где-то отходите на 3-5 сантиметров. Не доходя до него, начинайте строчить. Смотрите, здесь я рекомендую все-таки ролевый шов делать с ножом. Чтобы на всякий случай, бывают, конечно, разные ткани, чтобы максимум миллиметрик вы могли срезать. Или крайне вплотную идти. Это очень важно. Вот мы сейчас начинаем и я покажу, как завершать. Подходя уже к краешку. Сейчас я под корень вот этот кусочек обрежу. А тем я наеду сантиметра 2-3. И вот так вот в бок выйду. А потом этот кусочек вдеваю в иголку с большим ушком. И продеваю под ниточками с изнаночной стороны. Но я еще видела, что где-то здесь даже по низу юбки распарываются шовчики. То есть тоже внимательно смотрите, когда вам дают вещь на переделку. Посмотрите. Обсмотрите ее всю. Может где-то надо еще что-то подстрочить. Но клиенту будет только приятно, что вы так о нем заботитесь. Таким образом выглядит заправка с изнаночной стороны. Протащили и вот в этом месте обрезали ниточки. Все. Подшив наши юбки, уже готов. Ну и то, что я говорила еще. Просмотрите, вдруг там еще где-то что-то разошлись строчечки. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...